Кыргызская Республика представляет Стратегия развития экспорта Кыргызской Республики В партнерстве с ITC и GIZ Кыргызстан – горная страна в Центральной Азии. Находится на большом расстоянии от всех океанов, без выхода к мощным международным транспортным коммуникациям. Кыргызстан – суверенная демократическая республика. Численность населения составляет свыше 5 миллионов человек. 65% работающих занято сельским хозяйством и животноводством. Промышленность производит лишь около 16% ВВП страны. Безработица составляет менее 10%. За последние 10 лет экономический рост и экономическое развитие были нестабильными и медленными. А дефицит торгового баланса Кыргызстана составил около 1,5 миллиарда долларов США в 2011 году. Снизить этот дефицит дает возможность экспорт товаров и услуг. Развитие и динамизм экономики основываются на умении производить и продавать. Кыргызстан обладает потенциалом для экспорта своих товаров. Но при этом количество рынков и объем экспорта пока ограничены. Что же мешает наращивать обороты экспорта? Самая главная сложность – это наша граница. И у нас нехватка рабочей силы, колоссальная нехватка рабочей силы. Нужны хорошие, естественные, натуральные ткани. Это первое. Второе – это уже международное сертифицирование. У нас, честно говоря, не соответствуют стандарты. Технологии надо высокие ставить. Ну, пока мы еще не заросли, да? Ну, мы растем, идем к этому. В настоящее время затруднения в основном только рынок сбыта. Очень большие транспортные расходы – это первое. Второе – большие, во-первых, таможенные расходы. Наши бизнесмены не совсем знают, на какой рынок что-нибудь поставлять, в каких объемах. Незнание процедуры зарубежных рынков. Нет институтов сильных внутри страны, которые могли бы способствовать продвижению конкретных товаров на конкретные рынки. Для преодоления препятствий, мешающих росту экспорта, и осознавая всю важность развития экономики и предпринимательства, правительство Кыргызстана приняло решение о разработке стратегии развития экспорта на среднесрочную перспективу. За технической поддержкой правительство Кыргызстана обратилось в Германское общество по международному сотрудничеству и Международный торговый центр, который имеет десятилетний опыт и набор нужных инструментов, включая методологию для разработки национальных экспортных стратегий. ITC – это международная признанная организация, которая разрабатывает стратегии развития торговли, в том числе экспорта. У них очень сильные специалисты, консультанты, которые могут дать точечный совет, как действовать в той или иной ситуации. Мы привлекли сюда наших лучших специалистов, сотрудников Министерства экономики. Мы также пригласили Международный торговый центр, чтобы они нам помогли, потому что у них колзальный опыт, они знают рынок, и определить приоритеты, какие товары могут быть экспортно-ориентированными. The characteristics of Kyrgyzstan have obviously been taken into consideration. Kyrgyzstan is a fairly small economy, landlocked, bordered by fast-growing economies, markets such as Kazakhstan and China. It's one of the most open trade and investment regimes. Yet, exports are still concentrated on a few markets such as Russia and Kazakhstan, с трудом поддерживать экспортные отношения со временем с другими экономиками. Кагистан имеет странно-компетитивные, традиционные и эмирные сектори, которые должны быть более организованы и стремленными для достижения для достижения широкого уровня продукции и для достижения качественной и безопасности стандартов. В 2012 году при координации Международного торгового центра государственные и частные секторы совместно приступили к разработке документа. В июне провели первые консультации, в ходе которых были определены видение, стратегические задачи, приоритетные секторы, которые имеют наивысший экспортный потенциал и функциональные, сопутствующие экспорту секторы. Видение Движимый экспортом, устойчивый и конкурентоспособный экономический рост для процветания и узнаваемости Кыргызстана. Стратегические цели Обеспечить экспортно-направленное социально-экономическое развитие для всех граждан Кыргызстана. Продвигать Кыргызстан как признанного лидера в СНГ с наилучшей бизнес-средой. Усилить потенциал предприятий для удовлетворения требований международных рынков к качеству, объемам, стоимости и времени. Приоритетные секторы Туризм Плодоовощная отрасль Мясная отрасль Молочная отрасль Швейная отрасль Бутилированная вода Кросс-секторы Доступ к финансированию Торговая информация и продвижение Менеджмент качества Упрощение процедур торговли Для подтверждения результатов и более полного исследования было проведено анонимное анкетирование среди производителей на предмет выявления причин, мешающих развивать бизнес и производить продукцию на экспорт. В сентябре 2012 года прошли вторые консультации, в ходе которых создавались стратегии для каждого сектора с детальным описанием проблем и конкретными предложениями по их решению. Мы не будем распыляться на все сектора, а сконцентрируем свое внимание именно на тех секторах, где мы можем выиграть. Это очень удобно, и поскольку наша стратегия будет на среднесрочный период, по реализации этой стратегии будут уже какие-то результаты, которые, может, выведут уже на другие сектора. Есть большие возможности работы не только в направлении отправки сырьевых материалов, но также и переработанной продукции. То есть это вопрос привлечения новых технологий в страну. Привлечение новых технологий в страну, соответственно, и новых знаний, они повысят одволожную долю, то есть добавленную долю в нашей экспортной продукции. То есть таким образом наше население, оно будет просто богатеть. Отрадно замечать, что вот столько людей активно включились в эту работу, и нам бы очень хотелось, чтобы та стратегия, которая будет сформирована на основании наших замечаний, успешно притворена в жизнь. И очень бы хотелось получить реальный результат и видеть дальнейшее развитие Кыргызстана как цивилизованного государства. Она позволяет разработчикам рассматривать развитие, скажем, направления на экспорт-ориентированность именно пошагово. То есть мы здесь, в принципе, ничего не можем упустить. То есть вот такая детализация разработки, методология, она позволяет как раз-таки учесть все нюансы, и, естественно, это приведет к успеху. И хочется сказать большое спасибо специалистам ITC, которые создали такие условия, смогли людей как бы подвигнуть именно на то, чтобы они работали здесь. То есть было четкое, грамотное объяснение того, к чему мы идем. 20 и 21 февраля в Бишкеке прошли третьи консультации, целью которых было подтверждение цепочек создания стоимости, доработка стратегий отраслей и функциональных секторов в соответствии с требованиями рынков. После проработки деревьев проблем, итоги сведены в консолидированный план действий с подробно описанными мероприятиями, операционными целями и индикаторами с указанием ответственных лиц, необходимых ресурсов и доноров. ГИАСЭТ в Киргистане есть широкая портфолио. Безусловно, это создается для поддержки экономической экономической деятельности. ГИАСЭТ, как мы слышали сегодня, один из самых важных вопросов здесь является экспорта продуктов в стране. ГИАСЭТ, однако, поддерживает производство в стране, из-за производства, до производства, до производства, до производства, до экспорта. Наша страна уже на протяжении многих лет оказывает поддержку торговли Кыргызстана в таких секторах, как переработка сельхозпродукции и текстильно-швейная отрасль через Государственный секретариат Швейцарии по экономике. Мы считаем, что стратегия развития экспорта станет важным инструментом для координации совместных усилий частного сектора, правительства и партнеров по развитию в целях усиления конкурентоспособности кыргызстанских товаров на международных рынках и для экономического роста и развития страны. Для ПРООН стратегия развития экспорта представляет полезную инициативу и рамочный документ для нашей деятельности по снижению бедности и устойчивому развитию. ПРООН будет тесно работать с командой по разработке стратегии развития экспорта и национальными партнерами для того, чтобы политика торговли стала инклюзивной и направленной на снижение бедности с тем, чтобы дивиденды от торговли распределялись справедливо. Азиатский Банк Развития Мы сегодня говорим, как можно наладить экспорт Кыргызстана. В работу над стратегией активно были вовлечены и регионы. С 7 февраля 2013 года в Оше успешно прошли консультации с участием предпринимателей и представителей госструктур из Ошской, Джалалабадской и Баткенской областей. А 18-19 февраля такое же мероприятие состоялось и на Иссыкуле с привлечением участников из Иссыкульской, Таласской и Нарынской областей. Проблемы секториальных, стратегических планов действий были доработаны с учетом региональных аспектов. Продолжение следует... Продолжение следует... Работая на стратегии развития экспорта, участники думали о будущем. Так чего же они будут ждать от ее реализации? Мы бы имели расширение рабочих мест, мы бы имели расширение выпуска продукции, количество этой продукции, ну и следовательно, конечно, улучшение благосостояния нашего народа. В первую очередь, конечно, это повысится заработная плата наших сотрудников. Второе, это у нас количество. Качество и количество совместилось бы, и у нас и Европа бы одевалась, и Россия, и Казахстан. Ну, я думаю, это будет не только для моего предприятия, это будет в общем целом хорошо и для государства. Благосостояние, прежде всего, семьи улучшится. И за счет этого Киргизстан у нас чуть хоть поднимется. Я думаю, во-первых, это имидж нашей страны поднялся бы. А для сотрудников, естественно, я говорю, у людей чувство гордости. Во-первых, это чисто моральная сторона. А второе, естественно, я думаю, что заработная плата для них увеличится прежде всего. Наши предприятия станут сильнее, то есть они смогут поставлять больше товара за рубежом. Это значит рост экономики, это значит рост рабочих мест здесь. Это будет влиять напрямую на сокращение бедности. У нас будет население занято. Никто, может быть, не захочет уезжать на заработки. Вся страна изменится. Лучше будем жить, лучше будем работать. Это стратег, давно надо было принимать. Весь народ ждет, ждали его. Это новый подход к экономике, новое мышление, новый продукт появится. Ну, прогресс. Это метод использованная и тестированная, использована от ITC в многих других странах. Мы очень стремитесь, в том числе, на экономике, на самом деле. Мы их слышали сегодня сегодня, восторженнодельно, который показывал очень структуру. Он также руководил тему. Мы слышали, что министр, который также заработал свой скидер. Мы слышали много структуру серьезно, из собственного сыра, от донора, и из специализированных институтов, как стандартные институты.